Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня мы вам продемонстрируем, как можно обновить блок CGV на машине Mail 164 с помощью программы Accenture 16-й версии. Запускаем нашу программу Accenture, ждем запуска программы. Обновление мы будем производить методом Offline. Убираем наш автомобиль Mail 164, модель 350. Следуем указание. Ждем подключения к нашему блоку. Убираем блоки управления, кузов и наш блок CGV. Проверяем, что на нем нет никаких кодов неисправностей. Смотрим денты, номера прошивок и номера блоков. Находим в «Кодирование», «Программирование блока управления». Нажимаем F2, выбираем в оффлайн подключение, нажимаем F3. Нажимаем F2. Здесь видим, что у нас есть доступная прошивка. Происходит программирование блока управления. Абсолютно. После программирования запросит изменения данных в блоке управления ASIS. Нажимаем F2, вводим данные, здесь можно изменить количество записей, дату выставить последние, то есть то, что будет отображаться у вас в ASIS типа ТО, последние ТО, которые у вас были. Дальше выставляем ручные установки для ASIS. Выбираем ваш двигатель, для какой страны, в данном случае М272 для Америки. Мы указываем с американской сборки, выбираем F3. Переносим кодировку, далее нажимаем F2. Здесь мы можем выбрать коэффициент страны и качество масла. То есть изменяем его, мы можем изменить допуск, можем изменить интервал. то есть, например, единицы, это у нас 15000. Если поставим меньше, минус 0,25, например 0,75, то получим 10000. Будет отображение на ТО у вас, что через 10000. В данном случае мы оставим, как есть, 15000 для ТО. До следующего ТО. Нажимаем F3. Все изменения, которые мы производим, вы делаете свой страх и риск. Это не руководство к действию, это просто способ, как мы это делаем на себе в команде NB коде. Далее у нас очищается блок, то есть удаляются все неисправности по всем блокам. Повторяю, если у вас нет опыта, то не рекомендую это делать самостоятельно. Так как вы можете вложить блок управления, машина перестанет у вас на что-либо реагировать. Мерседес сложная машина всегда нужно подходить к любой функции кодирования или обновления. нажать кнопки, какие попало и куда попало. Нужно сначала разобраться в процессе и в том, что вы делаете. Выключаем зажигание. Забыли активировать галочку нам нужно. Сначала включаете зажигание в машине, потом убираете эту галочку, потому что DAS не видит режим включения зажигания через кабелёк PAST.RU. Сам процесс на машине. Включаете зажигание, потом галочку включаете. После этого включаете сначала зажигание на машине и ставите только после этого галочку. это можно не заполнять. Стандартная процедура. Нажимаем ниточку там или что угодно нажимаем на два. Вот какого он нужен. Нужно такой нельзя. Продолжение следует... Нажимаем F2... На этом мы закончили наше обновление... Все прошло успешно... Блок обновлен... Смотрим версию блока управления... Видим, что наши пошивочки изменились... Программного обеспечения... Проверяем, что обесправности также отсутствует... В машине все хорошо... На этом будем заканчивать наше видео... Закрываем DAS... Спасибо всем за внимание... Ставим лайки... Подписываемся на наш канал... Всего доброго... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok